Зрительным залом фестиваля «Казачок» по традиции стал стадион Федерального детского центра «Смена», желающих попасть в качестве зрителя и исполнителя полной трибуны. Дай Бог, чтобы сегодня, в этот священный праздник, чтобы вы запомнили этот 20-летний юбилей нашего фестиваля, оставили в своей памяти все доброе, все лучшее, что мы сегодня имеем на сегодняшний день. И дай Бог, чтобы вы стали продолжателями наших традиций, традиций наших предков на хорошей земле, благодатной земле Кубани, на Кавказе. Фестиваль за два десятилетия окреп и приумножился участниками. Проводить его сегодня помогает администрация города-курорта. У меня есть почетное поручение от главы города-курорта Анапы Сергея Павловича Сергеева передать всем участникам российского фестиваля самые добрые пожелания, крепкого здоровья, сохранения традиции, хорошего фестиваля, творческих успехов и каждому уехать отсюда победителям. Ведущие концерта зачитали поздравления от Министерства культуры и образования России, администрации края. В этом году участники фестиваля отдают дань памяти одному из авторов этого проекта, ветерану войны и вооруженных сил, педагогу Александру Гаври. Депутат законодательного собрания Краснодарского края Николай Иванюшкин стоял вместе с ним у истоков зарождения фестиваля. Мне очень приятно, что его учредителями стали мои бывшие однокурсники это Александр Борисович Гаври и Владимир Прокофьевич Громов, казачий генерал, бывший атаман кубанского казачьего войска. Конечно, не принять в этом участие, сами понимаете, я просто не имел права никакого. Таким образом, мы еще раз пытались консолидировать вот эти вот истоки кубанской и не только кубанской, казачьей культуры. На первый фестиваль 20 лет назад приехало несколько коллективов из казачьих станиц Краснодарского и Ставропольского края. Сегодня это грандиозное мероприятие, о котором наслышана вся Россия. 43 коллектива зарегистрировались в первый день работы фестиваля. Большим составом прибыли творческие команды уральских казаков. Четыре только из Оренбургской области, один из Челябинска, а из Екатеринбурга приехал полным составом творческий коллектив кадетского корпуса. Я пошел туда, чтобы дальше пойти учиться в силовые структуры. Следовательно, в МЧС, в МВД, во внутренние войска или в ФСБ. Я танцую, потому что, во-первых, петь не умею, во-вторых, у меня это хорошо получается, так как в составе коллектива берем призовые места. Весело, задорно, к тому же культура наша. Интересно изучать, как раньше наши, так сказать, предки веселились, проводили досуг вечерами. Ставрополь, Осетия, Камчатка, Иркутск, Омск. Вот далеко не полная география участников. Ребята ждали этот фестиваль и целый год готовились. Я думаю, это у нас в крови. Это наше наследие. Мы идем по стопам наших предков, поэтому нам это нравится, и мы этим занимаемся. И в это много сил вкладывают наши руководители, прививают нам вот такие вот корни. Мама хотела, чтобы я стала музыканткой, и отдала сначала меня на эстрадное пение. А эстрадное пение, как бы мне не подошло, меня дали на народное. И вот я пять лет учусь на народном. Тебе нравится? Есть очередной повод, чтобы узнать поближе свои корни, узнать и встретиться действительно с новыми людьми. Торжественное закрытие 20-го российского детского фестиваля «Казачок» состоится 26 августа в центре смены в СУКО. А пока юных казаков ожидает насыщенная программа. Конкурсы для девочек-берегиня, для юношей – юный атаманец, для коллективов – казачьей традиции и современность, мастер-классы и выступления на сцене. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа-регион.